Развитие темы экологии. Тревогу уже несколько месяцев бьют жители села Тойси, что в Цивильском районе. Еще в мае они заметили, что на федеральной трассе разлита жидкость непонятного происхождения. А рядом пруд, в который могут попасть стоки. Вместе со специалистами профильных ведомств на место отправилась наша съемочная группа. Вот эта рыжая жидкость появилась на трассе М7 около села Тойси еще в мае. Рядом с ней проходит сливная труба. Именно по ней непонятный водный состав может попасть в пруд. Этого и боятся жители села. Обнаружена лужа с неизвестной жидкостью размерами 20 на 3 метра. Грязно-розового цвета с характерным запахом. Была направлена комиссия на обследование данных фактов. Специалисты подтвердили состав ИЛИАК. А в последующем были предупреждены, информированы все соответствующие органы. Прошло уже два месяца, но по факту ничего не изменилось. Чтобы вода не попала в пруд, место засыпали землей и глиной. К решению проблемы подключились Минприроды Республики и Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. После экспертизы выяснилась разлитая жидкость гербициды второй группы опасности. Эта жидкость, ядовитая жидкость, будет сейчас перемещена на производственный технический комплекс НПО «Экология». Затем по договору будет отправляться со специализированной организацией по договору на захоронение опасных отходов. Два предприятия – либо в Томск, либо в Самару. Сейчас жидкость откачивают, завтра возьмутся за грунт. Он тоже пропитался ядовитыми веществами. Планируется извлечь около 50 кубов. После этого уже дорожники, обслуживающие организации, должны всю территорию подсыпать нормальным чистым грунтом, чтобы действительно не вызывало опасения прежде всего природе и жителям села Тойси. Специалисты обещают решить проблему в ближайшее время. Юлия Важенина, Надежда Яковлева, Валерий Резюков, Республика.